Здравствуйте, меня зовут Сергей Менщиков, я тату-мастер студии Lucky Style и я хотел бы рассказать вам о длительности сеанса. Люди, которые первый раз захотели татуировку, как правило, они имеют представление о процессе в целом, о подготовке эскиза, о подготовке рабочего места и длительности самого сеанса. В своей практике я часто встречал людей, которые заходят в студию и хотят сделать татуировку прямо сейчас. Очень часто такие решения необдуманные, импульсивные и даже если татуировка будет выполнена качественно, вряд ли они будут довольны этим результатом всегда. Часто вопросом у клиентов является такой вопрос, как сколько это займет по времени. На него иногда бывает немножко сложновато ответить, так как это достаточно трудоемкий процесс, который включает в себя подготовку эскиза, подготовку перед сеансом и сам сеанс. Только после того, как распечатан необходимый размер, будет точно понятно, какое количество деталей нам необходимо сделать, как его расположить на теле и сколько это займет по времени. После этого начинается подготовка к сеансу, перевод стенсила, создание специального трафарета для кожи. И этот процесс может занимать от 15 минут, иногда до часа и в крайне редких случаях чуть больше, так как все зависит от размера будущей татуировки и детализации. Поэтому клиенту нужно это учитывать и соответственно рассчитывать свое время и готовиться к сеансу. То есть по приходу человека в студию сеанс начинается не сразу, а еще требуется какое-то время и это время необходимо просто сидеть ждать. Это нужно знать и учитывать. Также может занять определенное время перевод самого рисунка на тело, так как разные места имеют разную форму и иногда стенсил необходимо переводить раздельными частями и какие-то небольшие моменты просто уже дорисовывать ручкой на теле. Это может тоже потребовать некоторое время перед непосредственным татуированием. В любом случае, сколько бы времени не тратилось на сеанс, к этому не стоит сильно привязываться и думать о том, что будет затрачен лишний час или полтора или даже более. Главное ориентироваться на результат. Также стоит всегда учитывать, что все мастера работают немного в разном темпе и это может тоже влиять на длительность сеанса, но когда вы выбираете мастера, просто ориентируйтесь на его портфолио и на результат. Это самое главное. Когда я выставлял работу на лондонской конвенции, я также ходил и смотрел, кто что делает в своих боксах и я видел чуваков, которые за два дня конвенции закатывали рукав, но я просто знаю этих людей и слежу за ними периодически и они работают только в одном стиле, делают только одно и то же всегда и поэтому именно в этом своем стиле очень круто развиты. Например, я знаю случай на Миланской конвенции, один топовый российский мастер закатал спину за два дня. Я также постоянно слежу за работами топовых мастеров и многие из них могут делать небольшие объемы цветной татуировки за несколько сеансов и это тоже абсолютно нормально, потому что результат стоит того. Поэтому не стоит волноваться о том, что мастер может потратить на два или три часа больше, потому что, как правило, всегда во всех студиях, где бы я не работал, такие также как в Европе, в Лондоне, везде цена оговаривается заранее. Итак, почему время сеанса может увеличиться? Есть много разных факторов, которые влияют на длительность сеанса. Это может быть как обычные физиологические факторы, то есть необходимо сделать перерыв, встать размяться, как клиенту, так и мастеру, сделать какой-то перекус, сходить в туалет. Также очень большим фактором, который влияет на длительность сеанса, является болевые ощущения, которые испытывает человек. Если ему очень больно и он плохо терпит, это тоже может затягивать сеанс. Количество перерывов может быть больше, либо человек может больше двигаться во время процесса, что усложняет работу, особенно если это такие неудобные места. Это могут быть локти, сгибы, шея, все места, где мягкая кожа и рядом располагаются кости. Также это могут быть ключицы. Все эти места достаточно болезненны. И если человек не готов морально и физически к сеансу, то вряд ли он будет терпеть хорошо. Также время сеанса может увеличиваться из-за свойств кожи человека. Чем старше человек, тем кожа, как правило, не такая эластичная, более сухая, грубая, больше шелушится. Работа с такой кожей, как правило, занимает дольше времени, так как нужно ее сильнее растягивать, постоянно протирать от излишек краски и так далее. Это тоже немного, но усложняет и затягивает процесс. Когда я работал в Германии, у меня было достаточно клиентов в пожилом возрасте. И работать с ними, ну, немножко тяжеловато, из-за свойств кожи. Очень интересный момент, что там очень много взрослых людей хотят себе татуировки. К сожалению, у нас в России, у старшего поколения немножко иное отношение к татуировке, чем у людей в Европе. Люди в Европе могут забивать себе рукава, спины, несмотря на возраст. Они очень хорошо к нему относятся. Итак, давайте подведем итоги. Важным моментом является подготовка к сеансу не только мастера, но и клиента. Прислушиваемся к рекомендациям мастера, не переживаем о времени и помним, что хороший мастер не преследует цели нажиться на незнании клиента. С вами был мастер тату-студии Lucky Style Сергей Менщиков. Подписывайтесь на наш канал, следите за новостями. Субтитры сделал DimaTorzok